Итак, приступим. Говоря об артериальном давлении в артериальной гипертензии, мы должны опираться на рекомендации. Какие же это рекомендации? Европейские рекомендации по лечению артериальной гипертензии 2018 года и российские национальные рекомендации артериальная гипертензия у взрослых издана в 2020 году. Давайте вспомним классификацию клинического или по-другому офисного артериального давления, которое измеряет обычно врач до приема у пациента. Это оптимальное артериальное давление меньше 120 на 80 мм штутного столба, нормальное 120-130 на 80-85, высокое нормальное 130-139 на 85-89. И, кстати говоря, в американских рекомендациях уже достаточно долгое время высокое нормальное по нашим рекомендациям и по европейским у американцев относится уже к артериальной гипертензии. И, соответственно, далее по нашей европейской классификации степени артериальной гипертензии 1, 2, 3. Также в отдельную форму выделяют изолированную систолическую гипертензию, когда систолическое артериальное давление составляет более 140, а диастолическое при этом не повышено, меньше 90 мм штутного столба. Как известно, существует несколько способов измерения артериального давления. Первый способ – это офисное или клиническое измерение артериального давления, о котором я говорила выше. И внеофисные два способа – это домашнее мониторирование артериального давления и суточное мониторирование артериального давления. Так вот, какой же способ измерения давления лучше выбрать? Согласно европейским клиническим рекомендациям от 2018 года, рекомендуется классифицировать артериальное давление на оптимальное, нормальное, высокое, нормальное или гипертензию 1, 3 степени по уровню офисного артериального давления. Класс рекомендаций высокий, однако уровень доказательности низкий. Как известно, офисное или клиническое артериальное давление измеряется аусплуатативным методом. Метод Короткова. В 1905 году Коротков обнаружил звуковые явления, возникающие в плечевой артерии пациента на фоне декомпрессии плечевой манжеты Реворочи. Преимущества метода – это доступность, простота, быстрота регистрации, относительно эталонный уровень точности, надежность и возможность многократного безопасного использования. Вспомним феномен Тонов Короткова. Когда стравливается воздух в манжете, то есть нужно сказать, что изначально нагнетается воздух в манжету и давление превышает на 20-30 мм тутного столба давление в плечевой артерии. Когда воздух в манжете стравливается, кровоток в артерии возобновляется и появляются первые тонны Короткова. При дальнейшем стравливании воздуха в манжете кровоток усиливается, но он еще турбулентный, поэтому тонны усиливаются. А уже при дальнейшем стравливании воздуха кровоток становится более ламинарным в артерии и тонны Короткова начинают ослабляться. И в конце концов, когда давление в артерии становится большим, чем давление в манжете, тонны прекращаются. Соответственно, первые тонны Короткова мы слышим, регистрируем систолическое артериальное давление. При угасании и исчезновении тонов мы регистрируем диастолическое артериальное давление. Какие же правила измерения клинического артериального давления? Конечно, правила всем известны, но иногда мы забываем, иногда просто не соблюдаем, поэтому и раз все-таки стоит напомнить. Перед измерением артериального давления больному необходимо посидеть несколько минут, достаточно 3-5 минут в спокойной обстановке. Давление следует измерять 2 раза с интервалом 1-2 минут в положении сидя. Если первые 2 значения существенно различаются, то рекомендуется повторить измерение. Если врач сочтет нужным, можно рассчитать среднее значение артериального давления. Для повышения точности измерений у больных с аритмиями, например, с фибрилляцией предсердий, рекомендуется выполнять повторные измерения артериального давления. И обычно мы используем стандартную манжету шириной 12-12 сантиметров и длиной 35. Однако желательно, чтобы в арсенале врача имелись манжеты большего размера, соответственно, для полных людей, и меньшего размера для худых рук. Ну и манжета должна находиться на уровне сердца, независимо от положения пациента. При использовании аускультативного метода систолическое и диастолическое давление фиксируются в первую и пятую фазу тонов короткова, соответственно, как уже было сказано мною. При первом визите следует измерить артериальное давление на обеих руках, чтобы выявить его возможную разницу. В этом случае ориентируются на более высокое значение артериального давления. У пожилых людей, больных с сахарным диабетом, у пациентов с другими состояниями, которые могут сопровождаться, артостатической гипотонией, целесообразно измерить артериальное давление через 1-3 минуты после пребывания в положении стоя. Данная иллюстрация достаточно наглядно показывает, как правильно измерять артериальное давление. Это позиция сидя, спиной облокотившись на спинку стула. Рука лежит на столе, манжета накладывается на голую руку, ни в коем случае не на одежду. Манжета должна подходить по размеру, середина манжеты на уровне сердца и нижний край ее на 3 см выше локтевой ямки. Не следует разговаривать во время исследования, перекрещивать ноги, ноги должны опираться на пол. И не стоит курить, пить чай, кофе минимум за 30 минут перед исследованием. Стоит отметить факторы, которые могут повлиять на увеличение артериального давления. Например, если манжета будет слишком маленькая, то возможно завышение цифр систолического давления на 10-40 мм вступного столба. То же самое, если накладывать манжету поверх одежды. Если спина не имеет опоры или ноги не имеют опоры, возможно повышение на 5-15 мм. Примерно так же скрещивание ног. Отсутствие покоя перед измерением давления может увеличивать систолическое давление до 20 мм. Ну и, соответственно, разговор во время измерения давления также повышает цифры. И если у пациента имеется боль, какие-то болевые ощущения. Как мы поставим диагноз артериальной гипертензии при измерении офисного артериального давления? У всех пациентов при выявлении повышения давления в медицинском учреждении необходимо два измерения артериального давления на двух разных визитах. На каждом визите должно быть при этом проведено не менее двух измерений с интервалов 1-2 минуты. И дополнительно измеряется еще давление, если разница между первыми двумя более 10 мм вступного столба. Рекомендуется рассчитывать среднее давление из последних двух измерений. Это все согласно нашим рекомендациям национальным годом 2020 года. Какие же существуют ограничения традиционного способа измерения артериального давления? Это отсутствие информации о колебаниях давления в периоды различной активности пациента и во время сна, в том числе на фоне проводимой антигипертензивной терапии. Большой разброс показателей артериального давления, полученных в разное время суток и в разных условиях. И, конечно же, большую роль играет субъективный фактор при измерении давления или ошибка исследователя. Это нестрогое соблюдение условий измерения, настроенность на определенный результат и произвольное оправление величием давления. Также к ограничениям следует отнести наличие различных ауспитативных феноменов. Бесконечный тон короткова или ауспитативный провал. Вот на слайде изображены три варианта. Это норма, первый вариант. Вы можете видеть розовая линия – это артериальное давление от максимума к минимуму. И здесь отмечены точки систолического давления и диастолического давления. Ниже мы видим такие полосы, отражающие звуки короткова. То есть их амплитуда, чем выше их амплитуда, тем громче тонны короткова. И далее мы рассмотрим бесконечный тон короткова, такой ауспитативный феномен. Это тонны, которые определяются даже после снижения давления в манжете, ниже диастолического, иногда даже до нуля. Наблюдается такой феномен, например, при недостаточности артального клапана, при повышенном сердечном выбросе, например, при тиреотоксикозе. Феномен лучше выявляется после физической нагрузки. Чем неприятен этот феномен? Да тем, что мы можем неправильно определить диастолическое давление или вообще можем его не определить. И второй ауспитативный феномен – это ауспитативный провал. Полное исчезновение звуков короткова после появления первых тонов, соответствующих систолическому артериальному давлению. А затем, после снижения давления в манжете еще на 20-30 мм, вновь они появляются. Вот рисунок достаточно понятно изображает данный феномен. Он может наблюдаться на фоне резкого повышения тонуса периферических артерий. И в такой ситуации следует ориентироваться на пальпаторное исчезновение пульса лучевой или плечевой артерии, чтобы избежать, опять же, ошибочного суждения о диастолическом давлении во время провала. Рассмотрим такой вид гипертонии, как гипертония белого халата. Диагноз устанавливается у пациента, не получающего лечения, при регистрации повышенного артериального давления во время визита к врачу. При этом, по данным СМАТ или домашнего монетарирования, фиксируются нормальные цифры артериального давления. Отмечается такая гипертония у 30-40% пациентов. Также известен такой термин, как эффект белого халата. Разница между максимальным значением офисного артериального давления и минимальным показателем, полученным в неофисных измерениях. Составляет обычно 10-20 миллиметров ртутного столба. Также следует отметить маскированную артериальную гипертензию. Это ситуация обратной гипертонии белого халата. Диагноз устанавливается у пациента, не получающего лечения, у которого регистрируется нормальное офисное давление и повышенные значения по СМАТ и домашнему монетарированию артериального давления. Отмечается примерно у 15% пациентов. И еще одна ситуация, когда офисное давление не может нам в полной мере дать нужный объем информации, это резистентная артериальная гипертензия. Диагноз устанавливается в случаях, когда назначение трех антигипертензивных препаратов, в том числе диуретик, в оптимальных или максимально приносимых дозах не приводит к достижению целевого артериального давления, то есть ниже 140 на 90, у приверженных, заметьте, к лечению пациентов. При этом отсутствие контроля о давлении подтверждено измерением давления вне медицинского учреждения, то есть СМАТ или домашнему монетарированию. И при этом исключены вторичные причины артериальной гипертензии. Таким образом, рассмотрев ограничение офисного измерения давления, мы приходим по выводу, что оно не всегда может дать врачу нужную информацию в полном объеме. Так какой же способ измерения давления целесообразно выбрать? Как я уже говорила, есть офисное измерение давления или офисное клиническое давление, и внеофисное – это домашнее мониторирование артериального давления и суточное мониторирование артериального давления. И по европейским рекомендациям от 2018 года последние два способа должны использоваться при условии экономической и логистической целесообразности. А по данным российских рекомендаций от 2020 года преимущество все же отдается суточному мониторированию артериального давления и домашнему мониторированию. А вообще желательно, вот как подчеркнуто красной чертой, мониторинг давления в домашних условиях рекомендуется при недоступности метода СМАТ или из-за предпочтений пациента. То есть все-таки приоритет по нашим рекомендациям отдается СМАТ. Здесь представлены нижние границы артериального давления, точнее верхние границы артериального давления, выше которых мы уже должны ставить диагноз артериальной гипертензии. Здесь как бы представлены обобщенные данные по различным видам артериального давления. То есть вот в первой строке артериальное давление офисное или клиническое. Ну, как мы уже говорили, артериальная гипертензия выставляется, если офисное давление более 140 на 90. И затем мы видим три показателя суточного мониторирования артериального давления. Это дневное, ночное и среднее. Необходимо отметить, что здесь указаны средние величины. И вот посмотрите, пожалуйста, дневное. Если больше 135 на 85, то мы уже выставляем артериальную гипертензию. Ночное, если больше 120 на 70, и среднесуточное больше 130 на 80. И в последней строке указано среднее артериальное давление при домашних измерениях. Если оно больше 135 на 85, то это уже артериальная гипертензия. Так, теперь сравним способы внеофисного измерения давления. Это суточное мониторирование артериального давления и домашнее мониторирование. Ну, суточное, так же, как и домашнее, к их преимуществу можно отнести возможность идентифицировать гипертонию белого халата и маскированную гипертензию. СМАТ обладает, конечно, более существенной прогностической значимостью, так как можно больше показателей посмотреть, проанализировать. Его преимущества – это также ночные, возможность ночных измерений артериального давления, измерения в условиях реальной жизни, при работе, при нагрузке какой-то. Ну и, конечно, как я уже сказала, большой объем информации в рамках одного исследования, в том числе и краткосрочная вариабельность артериального давления. Но при этом при домашнем мониторировании следует отметить преимущество дешевизну и широкую доступность. Также вовлечение пациента в процесс измерения. Ну и, соответственно, при домашнем мониторировании легко выполнимо и может использоваться в течение длительного времени для оценки межсуточной вариабельности артериального давления. Ну, к недостаткам СМАТ следует отнести относительную его дороговизну и ограниченную доступность, а также, возможно, дискомфорт при исследовании. Соответственно, при домашнем мониторировании к недостаткам можно отнести то, что только в статике возможно померить давление. При физической активности уже невозможно это сделать. Ну, также, возможно, ошибки измерений и отсутствие ночных измерений. Теперь перейдем непосредственно к суточному мониторированию артериального давления. В конце 50-х, начале 60-х годов 20-го века калифорнийский врач с русской фамилией Соколов предложил систему, в результате усовершенствования которой создали первый носимый регистратор с ускустративным методом определения артериального давления. Пациент по сигналу с помощью груши накачивал воздух в плечевую манжету. Прибор автоматически обеспечивал стравливание воздуха и регистрацию тонов с помощью микрофона на магнитную ленту. Это был монитор дневного типа. При этом не было возможности получать значение артериального давления во время ночного сна. В 1966 году был разработан методический подход для автоматического внутриартериального измерения АД. Американец Биван и соавтор внедрили их в практику при использовании аппаратов фирмы Оксфорд. Непрерывная регистрация артериального давления осуществлялась с помощью введенного в плечевую артерию катетера, который постоянно промывался гипернизированным изотоническим солевым раствором и сигнал датчика давления регистрировался на магнитную ленту. Мониторирование проводилось в дневные и ночные часы. В начале 70-х годов 20 века стали применяться полностью автоматизированные неинвазивные регистраторы давления со встроенным микропроцессором, микрокомпрессором и газовым баллончиком, обеспечивающим измерение давления по устатательному методу. Весили такие приборы более полутора килограмм и стоили выше 10 тысяч долларов. В 1976 году в США создали первый прикроватный регистратор давления, в котором автоматическое измерение давления было основано на астронометрическом методе. Ну и современные регистраторы АД это легкие переносимые автоматические приборы, которые используют различные методы регистрации давления. Вот основные методы. Это аускультативный и астелометрический метод. При аускультативном методе, как мы знаем, звуковые явления, то есть тоны короткова, регистрируются встроенным в прибор микрофоном. При асцелометрическом же методе оценивается амплитуда пульсовых колебаний стенки плечевой артерии. Датчик регистрирует эти колебания датчик пульсовой волны. Или регистрация происходит путем их передачи через воздушное пространство манжеты под воздуховодной трубки в регистратор. Более подробно расскажу об асцелографическом методе, который используется в последние годы все чаще и чаще. Метод был предложен в 1976 году. Однако вначале не получил широкого применения ввиду сложности его исходной реализации. В последующем же оказался очень удобным для применения в автоматических приборах. Итак, сущность метода. В манжете нагнетается воздух до давления, превышающего систолическое. При постепенном стравливании воздуха появляются слабые пульсации в артерии до 5 мм ст. ст. Эти малоизмерения, называемые асцелометрическим пульсом, регистрируются во всем диапазоне давления в манжете. Для определения давления строится график зависимости амплитуд асцелометрического пульса от давления в манжете. Вот график внизу справа изображен. По горизонтальной оси откладывается давление в манжете слева направо в сторону уменьшения, от повертикальной, соответствующей значения амплитуд пульсации. К преимуществам данного метода относятся возможности измерения среднего гемодинамического давления, в отличие от аускультативного метода. Сравним аускультативный и астелографический методы. Как известно, аускультативный является общепризнанным, официальным петалоном неинвазивного измерения артериального давления и обладает повышенной устойчивостью к вибрациям и движениям руки. Однако при этом чувствителен к окружающим шумам точности расположения микрофона над артерией. Чаще всего требуется непосредственный контакт микрофона с кожей пациента, что является недостатком данного метода. И определение артериального давления затруднено при слабых тоннах короткова, в том числе у пациентов тучных и при аускультативных феноменах. Астелометрический метод, напротив, устойчив к внешним шумам, однако низко устойчив к вибрации и движениям руки. К достоинству метода следует отнести то, что показатели артериального давления почти не зависят от разворота манжеты на руке и мало зависят от ее перемещения вдоль руки. Возможно определение артериального давления через тонкую ткань одежды без потерь точности. Также метод позволяет измерять давление почти у всех больных. И при данном способе возможно определение давления проблемно для метода короткого случая, то есть при аускультативных феноменах, от которых я говорила выше. Как же устроен прибор суточного мониторирования артериального давления? Он представляет собой автоматический регистратор с находящимся внутри него микропроцессором и мини-компрессором. К последнему присоединяется воздуховодная трубка, идущая к ключевой пневматической манжете. И дополнительно вдоль трубки идет провод, соединяющий входной звездо регистратора с микрофоном или датчиком пульсовой волны. На лицевой панели монитора обычно имеется экран или дисплей для выведения различных информаций. Микропроцессор по предварительно заданным интервалам периодически включает мини-компрессор, который надметает воздух в манжету до определенного уровня. Обычно на 20-30 мм, превышающий уровень систолического давления предыдущего измерения. Затем через выпускной клапан происходит медленное стравливание воздуха со скоростью 4-6 мм ступного столба в секунду. И происходит одновременное измерение давления и частоты сердечных сокращений по имеющимся в регистраторе способам. Обычно в регистраторах используются оба метода и аускультативный, и астиллографический. В некоторых преимущество отдается астиллографическому, в некоторых аускультативному. Где-то оба метода стоят на равных. Какие же существуют показания для сочного мониторирования артериального давления? Рекомендовано, смат рекомендован пациентам с артериальной гипертензией первой степени по данным клинического давления. Также при высоком клиническом давлении у лиц без поражения органов мишени и у лиц с низким сердечно-сосудистым риском. При подозрении на маскированную артериальную гипертензию или гипертонию белого халата. При высоком нормальном клиническом давлении. При нормальном клиническом давлении у лиц с поражением органов мишени и у лиц с высоким сердечно-сосудистым риском. Также при значительных колебаниях клинического артериального давления в ходе одного или разных посещений врача. Рекомендован смат пациентам с вегетативной, ортостатической, постпрандиальной, лекарственной гипотонией и при гипотонии во время дневного сна. Также к показаниям относятся повышение клинического давления или подозрение на преклампсию у беременных и выявление резистентной артериальной гипертензии. Теперь противопоказания. К абсолютным противопоказаниям относятся кожные заболевания с локализацией в печевой области, нарушение сосудисто-термопоцитарного гемостаза в стадии обострения, травмы верхних конечностей, осложнение или плохая переносимость при выполнении предыдущего исследования и отказ пациента. Ну и к относительным противопоказаниям относятся жалобы на плохую переносимость, выраженные нарушения ритма и проводимости и исходный уровень давления более 200 мм портутного столба. Какие могут быть возможные осложнения с суточным манитарированием давления? Это отек предплечья и кисти, петехия, контактный дерматит, редко бывает острый тамбоз плечевой артерии с исходно выраженными теросклеротическими изменениями. И бывает такое, что у пациентов с ЭБС и значением систолического давления больше 180, возможно провокация эпизодов ишемии при болевых ощущениях в ответ на компрессию плеча манжеты. Итак, после того, как мы перенесли данные с монитора на компьютер, мы должны... Сейчас, смотрите. Так. При установке монитора суточного давления мы должны задать программу, в каком режиме будут проводиться измерения. Обычно проводятся автоматические измерения с интервалом 15-30 минут днем и 30-60 минут ночью. Но возможно задавать разные периоды времени вплоть от одной до 120 минут в зависимости от того, какую цель мы преследуем при постановке монитора. Периоды дня и ночи, соответственно, устанавливаются индивидуально в зависимости от распорядка дня пациента и периоды соответствуют бодрствованию и сну. Перед тем, как мы повесим монитор давления пациенту, мы должны провести инструктаж. Конечно, ношение прибора в течение суток является стрессом для больного, и врач должен ясно и конкретно объяснить пациенту цель и необходимость исследования. Желательно составлять программу на 24-27 часов исследования и первые 2-3 часа не включать в анализ. Как бы такой период адаптации пациента к монитору. С учетом психоэмоционального состояния мы можем даже отключить дисплей, на котором высвечиваются значения артериального давления и ЧСС, чтобы они лишний раз не беспокоили пациента. Для исключения влияния работы аппарата на пациента во время сна, возможно даже назначение какого-то легкого снотворного. И, соответственно, мы должны объяснить пациенту о необходимости вести дневник, где он должен отражать основные моменты жизненной активности. Физическую, эмоциональную, умственную нагрузку, какие-то субъективные ощущения, головная боль, сердцебиение и так далее. Время приема пищи, кофе, курение, время отхода ко сну, пробуждение. Ну и, соответственно, качество сна, а также прием лекарств. Мониторы оснащены кнопкой неочередного измерения давления, которую пациент может нажать при возникшем каком-то плохом самочувствии, например, приступ головной боли, сердцебиение, головокружение и так далее. Теперь, после того, как мы сняли монитор у пациента, перенесли данные на компьютер, мы приступаем к анализу полученных результатов. В первую очередь, врач должен оценить качество выполненного исследования. Процент успешных измерений от общего числа должен составлять не менее 70%, а также мы должны учитывать характер распределения по основным промежуткам времени. Минимальное количество успешных измерений в дневные часы должно составлять 20%, а в ночные – 7%. Конечно, хочется отметить, что стандартизированных значений, минимальное количество успешных измерений в дневные и ночные часы, а также вот которые последующие показатели, стандартизированных нет. Я привожу средние значения, которые используются чаще всего в клинике. Для оценки вариабельности давления за сутки должно быть не менее 50% успешных измерений. И для оценки суточного профиля, а также определения эффективности приема лекарственных препаратов, необходимо в пределах каждого часа днем не менее двух успешных измерений, а ночью не менее одного. Приведу основные показатели суточного мониторирования артериального давления. Первая группа – это среднеарифметические или среднеинтегральные величины артериального давления. Оно касается и систолического, и диастолического, пульсового, а также среднее гемодинамическое артериальное давление. Ну и, соответственно, эти показатели за определенные периоды времени – сутки, день, ночь. Также сюда можем отнести показатели минимальных и максимальных значений артериального давления. Вторая группа показателей – это нагрузочные индексы артериальной гипертензии и гипотензии. Также за определенные промежутки времени – это сутки, день, ночь. Сюда относятся индекс времени, индекс измерения и индекс площади. Следующая группа показателей – это ритмические изменения артериального давления за определенные периоды времени, индекс день-ночь или суточный индекс, показатели утренней динамики, величина утреннего подъема, а также скорость утреннего подъема. И последнее – это показатели вариабельности. Также вариабельность может быть дневная, ночная, суточная и даже бывает межсезонная вариабельность. Что касается средних значений артериального давления во время проведения суточного мониторирования, в большинстве стран Европы применяется программа обработки интерпретации данных ДЭБЛ. Вот в таблице приведены диапазоны давления для классификации уровня гипертензии, используемой в этой программе. И как мы можем видеть, здесь представляет интерес, что представлены нижние границы давления, то есть для систолического меньше 100 и диастолического меньше 65. Это в дневное время, в ночное, меньше 90 на 50. И здесь имеются пограничные значения, то есть когда вроде уже не норма, но еще и не артериальная гипертензия. Вот для систолического давления это 136-140, для диастолического 86-90, это дневные часы, и в ночные 121-125 для систолического и 76-85 для диастолического. Ну и далее мы видим распределение средних значений давления по тяжести артериальной гипертензии. Мягкое, умеренное и тяжелое. При этом нужно отметить, что значения для вот этих степеней артериальной гипертензии, они несколько ниже, чем для клинического или офисного артериального давления. И еще нужно сказать, что приведенные выше величины ориентированы на мониторирование в режиме типичного рабочего дня. Ну и при установке монитора пациенту мы обычно предупреждаем, что день должен проходить в обычном режиме. Никаких чрезмерных нагрузок не нужно себе устраивать. Следующая группа показателей это нагрузочные индексы. К ним относятся индекс измерений. Это процент измерений от их общего количества, при которых величины давления выходили за рамки принятых верхних и нижних пороговых значений в анализируемом периоде времени. Индекс времени это суммарная продолжительность времени, в течение которого величины давления выходили за пределы верхних и нижних пороговых значений. И индекс площади. Величина площади под кривой суточного профиля давления в миллиметрах в час. Ну, как мы видим, в принципе, они отражают одно и то же, просто немножко по-разному измеренно. Отдельно следует сказать о гипотонической нагрузке. В первую очередь, этот показатель важен при оценке лекарственной терапии. В норме гипотоническая нагрузка составляет меньше 15-30% в дневные и ночные часы. Вот справа представлена таблица с нижними границами давления для определения гипотонической нагрузки. Однако, при индивидуальном анализе нужно учитывать исходные данные пациента, также его самочувствие и режим антигипертензивной терапии. В большинстве случаев, вот если по таблице указаны нижние границы в соответствии с полом, возрастом, можно использовать более обобщенные значения. Вот, например, для бодрствования 110 на 70 у мужчин, у женщин 100 на 60, а для сна, независимо от пола, это 90 на 50 миллиметров штутного столба. Теперь поговорим о степени ночного снижения артериального давления и в соответствующих типах ночной динамики. Степень ночного снижения давления и сучный индекс это отношение среднедневных показателей давления к средненочным. Снижение давления в ночные часы является неотъемлемой частью циркадного ритма. И снижение давления ночью, надо заметить, не зависит от средней величины давления в дневные часы. То есть нередко начинающие исследователи задаются вопросом, а должно ли быть ночное падение давления у лиц с нормальным артериальным давлением. Ответ – да, должно быть обязательно, потому что, как я уже сказала выше, оно отражает циркадные ритмы, наши биоритмы. Ниже приведены формулы для расчета суточных индексов для систолического и диастолического давления. И последний – это индекс ночь-день. Отношение средненочного к среднедневному давлению в абсолютных единицах. Соответственно, разным значением выше приведенных показателей выделяют четыре типа ночной динамики артериального давления. Первый тип – это физиологический диппер или диппинг, когда величина средненочного давления снижается на 11-20% по отношению к среднедневному. А индекс ночь-день составляет 0,8-0,9. Второй тип – патологический, как и остальные два типа с недостаточным ночным снижением артериального давления называется еще умеренный диппинг или нон-диппер, когда степень ночного снижения давления равняется 1-10%, а индекс ночь-день 0,9-1. Далее – патологический тип с отсутствием ночного снижения или с ростом ночного давления. Называется еще обратный диппинг или night picker. Степень ночного снижения давления при этом меньше нуля или отрицательное значение какое-то, может быть, от минус 1% и выше. То есть, это говорит нам о том, что ночью давление либо не снижается, либо наоборот повышается, что еще хуже. Индекс ночь-день при этом больше единицы. Последний патологический тип чрезмерное снижение ночного давления или экстремальный диппинг овер-диппер. Степень ночного снижения давления больше 20%, а индекс ночь-день менее 0,8. На слайде представлены типы типа ночной динамики. Вот, вы можете видеть, все очень наглядно. Так, и вот хотелось бы представить исследование, проведенное в 2007 году, куда было включено 17 тысяч, более 17 тысяч пациентов с артериальной гипертензией и данным СМАТ, где у пациентов с артериальной гипертензией и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений преобладают типы нон-диппер и найт-пикер. То есть данные патологические типы ночной динамики можно отнести к факторам риска сердечно-сосудистых осложнений. В отдельную группу показателей можно отнести динамику артериального давления в утренние часы. Это величина утреннего подъема артериального давления и скорость утреннего подъема артериального давления. Рассчитываются они очень просто. Стоит сказать, что определяются эти показатели в период от 4 до 10 часов утра, когда активируется симпатоадреналовая система. Как раз в это время регистрируется наибольшее количество инфарктов и инсультов. Так, величина утреннего подъема давления это разница между утренним максимальным и ночным минимальным давлением. И в норме для систолического давления она должна составлять менее 56 миллиметров трудного столба, а для диастолического меньше 36. скорость утреннего подъема рассчитывается как отношение величины утреннего подъема давления к разнице времени, то есть за какой период времени в часах происходило это увеличение. Для систолического давления этот показатель нормы составляет меньше 10, для диастолического менее 6. и последний из основных показателей суточного мониторирования артериального давления вариабельность. Вариабельность мы можем оценивать как суточную, ночную, так и дневную и для систолического и диастолического давления она определяется индивидуально. Данный показатель чаще всего оценивается по стандартному отклонению от средней величины. Вариабельность давления считается повышенной, если она превышает норму хотя бы за один период времени. Для большинства больных с артериальной гипертензией характерна высокая вариабельность давления. Она имеет сильную положительную корреляционную связь с массой миокарда, например, с аномальной геометрией левого желудочка, с уровнем креатинина сыворотки крови и тяжестью ретинопатии. По данным некоторых исследований, повышенная вариабельность давления приводит к увеличению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 12%. И ниже приведены границы, нижние границы нормы вариабельности для систолического давления и диастолического. Вот, например, за сутки вариабельность систолического должна составлять менее 15, а для диастолического менее 12. Ну и, соответственно, представлены показатели для дневного времени и ночного. Следует отметить, что существует и исследуется еще много других показателей, которые, возможно, будут иметь большую прогностическую ценность в будущем. Ну, вот, сейчас мной были представлены основные показатели, которые используются на сегодняшнее время в реальной клинической практике. Спасибо за внимание. Есть вопросы, может быть, у кого-то? Вопросов нет. Спасибо. Тогда закончим. субтитры и субтитры